Сегодня нашему президенту господину Токаеву исполняется 67 лет, и наверное надо что-то сказать по этому поводу. Все-таки это наш президент, первое лицо государства, повод вроде бы такой положительный, радостный, замечательный, нужно радоваться, желать чего-то такого хорошего. И когда мы начинаем желать нашему президенту каких-то успехов, то радость, соответственно, сразу же улетучивается, потому что если перечислять все эти желания, то понятно, что никакого веселья в ближайшем будущем у нас не предвидится. Хотелось бы пожелать успехов в переходе казахского языка на латиницу, хотелось бы пожелать успехов господину Токаеву в борьбе с раскидыванием российских паспортов на севере Казахстана, то есть против сепаратистов в этой борьбе неравной. Хотелось бы пожелать господину Токаеву успехов в борьбе с введением единой валюты на просторах Еврозес, то есть введением рубля как единой валюты. Много чего хотелось бы пожелать. И как мы видим, все эти желания в основном будут связаны с нашим северным соседом, с Кремлем, с Москвой, с Путиным. Так что можно просто пожелать господину Токаеву успехов в борьбе с Путиным и всяким там адептам Путина в лице аблизоидов и прочих политических оппозиционеров в кавычках. Понятно, что для такой борьбы нужно и время, и силы, а такой праздник, как день рождения, он не подразумевает под собой, что время и силы прибавляются, наоборот, с возрастом. Времени у нас остается меньше, и сил тоже не прибавляется к старости. Человек с каждым днем рождения становится ближе к Всевышнему, к Создателю. Как тут не вспомнить прошлогоднюю Валдайскую шутку о том, где господин Путин и господин Токаев шутили по поводу «Кто ближе к Богу». Наверное, я просто от себя лично хотел бы пожелать господину Токаеву, да и любому президенту Казахстана, кто бы не занимал эту должность, не терять чувство юмора. Это очень важное свойство человека. Человек, безусловно, любой человек должен обладать определенным уровнем оптимизма, для того, чтобы смотреть в будущее с надеждой, так сказать. Спасибо за ваше внимание, за ваши лайки и комментарии. Спасибо за ваши подписки. Обязательно подписывайтесь на мой канал, помогайте моему каналу финансово, и до новых скорых встреч. Дискуссия по договору СНВ идет, пока непонятно, в какую сторону. Вы год назад, вот мы сидели с вами на этой сцене, и вы тогда сказали яркое очень выражение, что в случае, не дай бог, ядерной агрессии, агрессоры сдохнут, а мы в рай попадем. Вот за этот год мы краю ближе стали? Мы все всегда одинаково близки к Господу, и Он определит, где нам находиться после окончания нашего земного пути. Но ситуация лучше не стала, конечно. Кашим Жамар Кемельевич, а если этот вопрос вам переадресовать, вы могли бы несколько слов сказать на эту тему? Вот по вопросу Федора Луфьяна. Вопросу... Действительно, у нас есть и моральное, и политическое право говорить об этом, потому что указом президента в 1991 году был закрыт Семипалатинский ядерный полигон. С тех пор мы говорим о важности ядерного разоружения.